приветствую всех дорогие друзья сегодня будет немного анализа того как быстро меняется сложность добычи монетки чья и как это сказывается на нашем доходе в пересчете на 1 терабайт объема для простоты понимания напомню что у меня уже есть вводный ролик пособия для старта майнинг чья на Hpool это будет полезно для новичков и только пришедших на мой канал сверху будет ссылка рекомендую посмотреть его для начала перед тем как поговорить о сегодняшней теме данного ролика я хотел бы упомянуть о двух важных новостях произошедших на этой неделе как известно все мы ждали 17 мая как день когда должен был появиться официальный пул для возможности майнинга чья но разработчики не успели и дата релиза инструмента для создания пула перенесена на конец мая это не означает что в конце мая мы получим рабочий пул скорее всего создание самого пула еще займет какое-то время с этой точки зрения сочувствую тем кто хотел дождаться официального пула и не хотел делиться мнемонической фразой с китайскими пулами второй важной новостью на этой неделе стала новость о закрытии одного из двух китайских пулов ю ю пул владельцы пула 16.05 заявили о его закрытии и прозвучало это как гром среди и без того затянутого неба конечно злорадствовал со стороны тех кто хейтил чья и не пошел на пул и не было предела и со словами но а что вы хотели от китайцев мы же говорили что они кинут но они не кинули и озвучили на своем сайте что выплаты получат не только те кто добыл более 0 2 чья это был минимальный порог для вывода средств но и все у кого положительный баланс без ограничения на вывод это очень достойный шаг со стороны руководства ю пул вероятно он продиктован не столько желание быть белыми и пушистыми а жестокими законами на территории китая но нам майнерам все равно поздравляю всех майнеров ю пул что они не остались у разбитого корыта и в итоге перебрались в эйч пул для тех кто еще не вывел свои монетки с ю пул поторопитесь так как 21 05 ию пул окончательно прекратит выплаты до конца месяца мы будем иметь ситуацию что их пул единственный пул на нашей маленькой планете для манинга чья база пользователей растет невероятными темпами что прямым образом сказывается на росте сложности добычи новой монеты и вот мы подобрались к теме данного ролика на своем примере небольшого домашнего огорода я хочу показать вам как за 11 дней майнинга изменилась добыча от размера фермы 11 дней назад я вошел в эйч пул заплаченным 2 терабайт нам жестким диском каждый день в среднем прибавлялась 1 и 2 1 и 4 терабайта плотов напомню что у меня кора 9 16 гигабайт рам 1 терабайт nvmi ssd что позволяет засеивать три плота одновременно и получать через 5-6 часов три готовой грядки то есть в среднем сутки получается 12-14 грядок на момент записи видео курс че составляет 1100 долларов каждый день появляются различные новости какая-нибудь важная персона с электроавтомобилем что-то пишет в twitter и происходят значимые колебания на биржах с криптовалютой в целом не только с че это означает что мы будем рассуждать о ситуации только в данный момент и никому не известно что будет завтра давайте перейдем на эйч пул на личной странице в разделе open пул можно видеть в целом добытое количество монет да я перевалил экватор минимально необходимый для вывода денег на биржу и последующей конвертации высязаемые рубли или дарил доллары на личном карточном счете думаю это будет мое следующее видео где будет показана процедура от а до я вывода средств с моими мощностями осталось ориентировочно 7 дней до достижения этого минимального порога на вывод 0,2 монеты в разделе distribution можем видеть ежедневные выплаты с начала майнинга и по сегодняшний момент забираем эти данные в таблицу дальнейший анализ будет актуален только для моего частного случая но вы можете в целом понять что можно ожидать в данный момент и стоит ли вам рисковать с покупкой нового оборудования если у вас его нет по сегодняшним раздутым ценам давайте посмотрим на график и чпл синяя кривая это изменение сложности добычи как вы мы видим она стремится вверх без видимого желания перейти в горизонтальную прямую и зеленая кривая мощности объем пула последний всплеск обусловлен закрытие ю ю пул и переходом пользователей в чпл давайте посмотрим на значение сложности сети им на момент начала работы моей фермы это было 0 0 8 0 5 мы видим значение в районе 3000 единиц и на данный момент 19 0 5 от 7 тысяч единиц то есть сложность добычи монеты по графику выросла в два с лишним раза на данный момент моя фирма состоит из 6 2 терабайтных внешних юсби дисков которые скромно лежат маленькой полочкой обдуваются 120 миллиметровым вентилятором и чувствуют себя прекрасно с температурой меньше 40 градусов отключены они все через внешний 7 портовый юсби хаб работают стабильно и потребляют в режиме майнинга 12 ватт и плюс старые накопители разные величины общий объем моей фермы составляет 16 терабайт теперь посмотрим как теоретические данные связаны с реальной жизнью берем наши ежедневные выплаты добавь добытой монетки в первом столбце указаны даты зачисления добычи на ничпул это происходит ежедневно в 6 30 утра по москве второй столбец это количество добытой монеты в сутки здесь мы наблюдаем рост так как моя ферма не до конца еще заполнена и прирост ежедневных засевов составляет 1.2 1.4 терабайта средний объем фермы указан в третьем столбце и вот самые интересные 4 и 5 столбцы это добыча монеты в пересчете на 1 терабайт в монетках и в рублях второй день можно игнорировать были какие-то перебои в работе речку а остальные дни красноречиво нам показывают жутковатую картину постоянного снижения прибыли на единицу объема так 10 дней назад 1 терабайт приносил нам 162 рубля в сутки а на 19.05 этот же засеянный объем приносит всего лишь 80 с половиной рублей падение составляет ровно два раза это чуть меньше роста сложности сети за этот промежуток времени но эта цифра должна заставить задуматься всех кто сейчас смотрит на красивые цифры стоимости монет и всеобщий ажиотаж вокруг нее и думает о покупке железа по сегодняшним расценкам не сложно предположить что в ближайшие пару тройку месяцев рост сложности сети будет идти плюс-минус такими же темпами и когда он выйдет в горизонтальную линию никому неизвестно для того чтобы оставаться на плаву и всегда зарабатывать больше вы будете вынуждены постоянно расширять свои мощности по добыче постоянно вливая средства за дрожающую технику это напоминает азартные игры или казино когда оставляя деньги вы остаетесь вы не остаетесь совсем на нуле выигрыш есть но он всегда меньше затрат конечно когда-то этот рост прекратится вероятно когда монета перестанет быть интересные крупные инвесторы потеряют интерес я предположу что этот произойдет в районе добычи 4 5 долларов на 1 терабайт в месяц но время покажет столбцы 7 и 8 это общая добыча фермой в монетах и рублях в принципе у нас есть инструмент чтобы оценить свою окупаемость это общедоступный калькулятор чья чтобы им корректно воспользоваться необходимо выбрать пункт advanced чтобы наша добыча рассчитывалась не линейно с учетом роста сложности сети допустим мы больше не хотим вкладывать средства и решили остановиться на имеющихся 15 терабайтах вводим 150 плотов устанавливаем прогноз на один месяц и видим графики которые очень красноречиво показывают что происходит с нашей добычей оранжевый график стабиль это наш объем грядок который мы решили не расширять розовый график постоянно но нелинейно снижается это наш заработок в день в начале пути это 21 доллар через месяц это 5,7 доллара 3 и 7 раза меньше за месяц получается заработать с учетом сегодняшнего курса 343 доллара а теперь давайте поменяем срок на три месяца калькулятор прогнозируют что через пару месяцев доход стабилизируется на значении 2,5 доллара с 15 терабайт в день или 534 доллара за три месяца то есть это эквивалентно 0,17 сотом в день с одного терабайта или ровно как я предполагал 5 долларов в месяц сегодня 16 терабайтный жесткий диск стоит на авито 70 80 тысяч рублей ну или 1000 долларов то есть купив этот диск сейчас его надо еще засеять это потребует минимум пару месяцев времени износа ssd для плотинга на постоянную работу компьютера и окупаемость в лучшем случае составит 6 8 месяцев чудес не бывает другое дело если у вас уже есть железо и вы закупились по старым ценам то это другая история как итог данного видео я призываю всех оценивать свои силы трезво и адекватно смотря на картину в целом они летать в облаках исходя из сегодняшних супер профитных значений надеюсь мой личный опыт окажется кому-то полезным всем большое спасибо за внимание высказывайте свое мнение оценивайте видео оставляйте комментарии подписывайтесь спасибо и пока